Буквально накануне весь мир в 22-й уже раз отметил день сердца. И эта дата особенно актуальна сегодня, потому что болезни сердечно-сосудистой системы занимают первые строчки в показателе в уровне смертности. И это буквально уже эпидемия, она еще и молодеет. Кстати, тревожные звоночки со стороны сердца начинают раздаваться еще в детстве. Что с этим делать? Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Антон Абраменко, руководитель Центра детской кардиохирургии и кардиоревматологии Самарского кардиодиспансера, главный внештатный детский кардиолог Минздрава Самарской области. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы помните, мы работаем в прямом эфире. Вы также помните телефон 202-11-22. К нам в студию можно позвонить, задать вопросы доктору. Итак, сегодня мы говорим о детях и о детских сердцах. Антон Алексеевич, какие все-таки патологии сердечно-сосудистой системы чаще всего диагностируются в детском возрасте? Ну, в детском возрасте, на самом деле, на первом месте это все-таки врожденные аномалии развития сердца, врожденные пороки сердца. Это, наверное, процентов 70-80 от общего объема тех проблем, с которыми мы сталкиваемся у детей. Кроме этого, у детей могут быть нарушения сердечного ритма, могут быть воспалительные заболевания, так называемые эндокардит или миокардит, и могут быть кардиальные проявления несердечной патологии, могут быть болезни обмена веществ, которые так или иначе сказываются на сердце, генетическая патология масштабная, которая затрагивает весь организм, и одним из проявлений может быть самым первым, может быть сердечно-сосудистая система. Но на первом месте, еще раз повторюсь, это врожденные пороки сердца и нарушение сердечного ритма. Вас как главного кардиолога детского здоровье наших детей беспокоит? Есть много проблем в Самарской области? Ну, если говорить по количеству заболевающих, сердечно-сосудистыми заболеваниями детей, то статистика, она, в общем, примерно одинаковая. Врожденные пороки сердца, они очень мало зависят от, скажем так, внешних обстоятельств. Это все-таки больше теория вероятности. То есть примерно 1% всех рождающихся живыми детей имеет тот или иной врожденный порок сердца. Это могут быть пороки, которые потребуют лечения сразу после рождения. Примерно 30% таких пациентов могут быть пороки, которые потребуют лечения в первые несколько лет жизни. Но общее количество этих заболеваний примерно одинаковое. И неважно, где мы находимся, в России, в Австралии, в Африке, примерно 1%. И он не сильно меняется. Он меняется только в абсолютных цифрах, в зависимости от того, растет рождаемость. Значит, в абсолютных цифрах будет больше таких пациентов. Снижается рождаемость, их будет тот же 1%, только в абсолютных цифрах их будет меньше. Все остальные заболевания тоже достаточно стабильны по частоте встречаемости. Поэтому я не могу сказать, что какое-то особенное волнение там у нас. То есть я все-таки сгустила краски по поводу эпидемии-то, да? Эпидемия, она, собственно, как началась когда-то, да, в прошлом, так она и продолжается. Просто в последнее время стали лучше выявлять проблемы, и иногда может казаться, что их стало больше. На самом деле их было столько же, сколько и сейчас. Просто мы лучше на более ранних сроках эти проблемы выявляем, и нам кажется, что их стало гораздо больше. Спокойнее от этого объяснения. Иногда думаешь, лучше бы меньше знал. Чем раньше проблема выявлена, тем больше шансов ее правильной, своевременной устранить. Это правда. Вот мы сегодня еще поговорим о работе вашего центра, но сейчас в начале я бы все-таки хотела спросить вас, в чем, по-вашему, его главное значение, в чем отличие от обычных каких-то кардиоотделений детских? Ну, на самом деле наше кардиологическое отделение, кардиохирургическое отделение, оно единственное в Самарской области. Собственно, поэтому говорить об отличиях, в общем, не совсем правильно. Тогда может быть, в чем его прелесть, в чем его... В том, что оно оказывает, в общем, весь практически спектр кардиохирургической помощи детям с враженными пороками сердца, с приобретенными пороками сердца. Также мы оказываем помощь пациентам с нарушениями ритма сердца, да, детям, и им выполняется хирургическое лечение, нарушения ритма сердца в том числе. В нашем же центре имеется, скажем так, кардиоревматологическая часть службы нашей, где помогают пациентам не только с заболеваниями сердца, но и с заболеваниями соединительной ткани, с ювенильным идиопатическим артритом, с болезнями соединительной тканью, там, дерматополимиазитами, вот, так сказать, такими системными заболеваниями, которые поражают не только сердце, но и остальные органы системы. — Забыла взять у вас слово, не употреблять по максимуму специфических терминов. — Да, нужно стараться. — Достаточно сложно, да. Итак, кто-то наверняка опоздал к началу программы. Сегодня у нас в студии главный детский кардиолог Самарской области Антон Авраменко, и мы говорим о болезнях сердца, болезнях у детей. Вы уже сказали, что на одном из первых мест диагностируются врожденные пороки сердца. Наверное, стоит остановиться отдельно на этом заболевании, да? Насколько мне известно, около 30% среди всех пороков органов, может быть, цифра где-то по регионам отличается. А все-таки что это такое, порок сердца? — Порок сердца — это нарушение в развитии сердца. Все пороки сердца врожденные формируются на самых ранних стадиях развития человеческого эмбриона. Сердце формируется буквально первые 5 недель жизни внутриутробной. То есть даже не всегда еще мама знает, что она будет мамой, а сердце уже у ребенка сформировано к этому моменту. И все проблемы, которые к этому моменту, так сказать, случились в процессе формирования, они в той или иной степени могут остаться до момента рождения и, так сказать, стать уже после рождения пороком сердца. Это нарушение сердца вообще очень сложный орган. Оно развивается из большого количества разных, так скажем, клеток, которые из разных частей эмбриона стремятся, так сказать, к одной точке и должны правильным образом и в правильное время между собой соединиться. И как в любой, так сказать, сложной системе, чем сложнее устройство, чем больше, так сказать, компонентов, тем больше вероятность того, что они между собой где-то неправильно соединятся. Именно поэтому мы и говорим, что порок сердца ворожен, это теория вероятности. Вот одному человеку повезло, другому не повезло. Это не значит, что там у одного родителей как-то не так себя вели во время, так сказать, беременности, развития внутриутробного ребенка, да, или как-то они не так готовились. То есть это просто вот неправильная сборка из большого количества составных частей. А вы хотите сказать, что поведение мамы вот в этот период вообще никак не влияет? Или все-таки можно вред-то нанести? Нет, вред нанести можно, но, скажем так, профилактировать врожденный порог сердца каким-то специальным там диетами, упражнениями, образом жизни, к сожалению, не получится. Ну, я думаю, что алкоголь, курение, они могут влиять на общее развитие организма ребенка, вызывать так называемую алкогольную эмбриофетопатию, да, то есть поражение и центральной нервной системы, головного мозга, и органов зрения, и дыхательной системы, и сердце просто в комплексе уже с этим. А вот так вот, чтобы прицельно прям какой-то вот фактор по сердцу бил, таких факторов практически нет. Если я не ошибаюсь, врожденный порог сердца можно диагностировать даже на стадии внутриутробного развития. Да, совершенно верно, и в настоящее время примерно 80-85% особенно тяжелых пороков сердца, и чем тяжелее порог сердца, тем больше вероятность того, что он будет выявлен именно на ранних этапах развития. И, кстати, стандартное время, это так называемый второй скрининг во время беременности, это 18-20 недель, когда может быть выполнена так называемая эхокардиография плода, когда ультразвуком изучается прицельное сердце ребенка будущего, и, еще раз говорю, подавляющее большинство пороков сердца может быть и должно быть в этом сроке диагностировано. Ультразвук — это единственная диагностика, которая позволяет определить это заболевание? Это не единственная, но это самая простая, надежная и, так сказать, годами, десятилетиями опробованная методика. Поэтому, так сказать, такая экзотика, как МРТ, сердце плода, это удел больше таких, знаете, крупных научных учреждений, так сказать, для рутинного вот такого в повседневной практике использования нет. Ультразвук — это основной и до рождения, и после рождения, основной способ диагностики патологии сердечно-сосудистой системы. А есть все-таки варианты, когда порок сердца не определяется в этот период, и определяется уже, когда ребенок родился? Да, такое тоже бывает, и это неизбежно, никакой метод не дает стопроцентной, так сказать, диагностики, стопроцентного результата. Поэтому иногда такие пациенты рождаются, и внезапно выясняется после рождения, что ребенка пожел порок сердца. Правильно ли я поняла вас, когда вы объяснили, каким образом формируется сердце, что причины назвать вообще нельзя? Это просто сплошная лотерея или все-таки? Ну, существуют, знаете, некоторые известные факторы риска, например, перенесенная краснуха матерью во время беременности. Но она ответственна буквально за 1-2-3 известных пороков сердца, а их многообразие огромное. То есть это около 300 видов, так скажем, в чистом виде анатомических форм. Они еще между собой комбинируются, там просто бесконечное множество всех вариантов. Есть доказанная связь генетической патологии, например, синдрома Дауна. Мы знаем, что при синдроме Дауна в 40% случаев есть определенный порок сердца, который затрагивает, так скажем, сердцевину, самые главные клапаны, перегородки сердца. И, в общем, некоторые другие генетические пороки, синдром Эдвардса, синдром Патау. Это все такая, знаете, генетика, которая затрагивает не только сердце, но и все остальные органы системы. Скорее всего, такого пациента в первую очередь обнаружат проблемы со скелетом, с, так скажем, лицевой частью черепа, например, во время трезвуковых. И дальше уже будут раскручивать, искать причину, и в комплексе увидят, что там и с сердцем не совсем все в порядке. Потом возьмут генетический тест еще у беременной женщины. Такая возможность тоже существует. И потом уже выяснится, что это генетическая проблема. А вот так вот, чтобы сказать, знаете, вот мама сделала вот это во время беременности, поэтому ее ребенка такой порок сердца. И более того, есть очень небольшой процент наследуемых пороков сердца. Но это тоже, это доли процента среди общего количества, те, которые передаются по наследству. Вот. И то бывают, так сказать, пороки передающиеся по наследству. И точно такой же порок может быть совершенно спонтанно в семье полностью здоровых на многие поколения назад людей. А как часто бывает такое, что ребенок, едва родившись, сразу попадает на операционный стол? Вот из того количества одного процента от всех рождающихся живыми, да, если мы так вот в среднем по Самарской области, например, возьмем цифры рождаемости, то есть это где-то 250 плюс-минус, да, детей каждый год, рождающихся в Самарской области, имеют удаленный порок сердца. Вот из этого количества около 40-50 детей имеют порок сердца, который потенциально может потребовать хирургического лечения буквально в первые, иногда даже часы жизни, ну, чаще всего в первую неделю, скажем так. Вот такая статистика. А когда это становится понятно? Вы сказали, что существует около 300 видов пороков сердца, если я правильно услышала. То есть вы на внутриутробном развитии уже знаете, какой именно из пороков у этого ребенка и потребуется ли ему сразу же операция? В 80-85% случаев, да, женщины, у которых, у чьих будущих детей такая проблема обнаружена, они направляются, у нас есть специальная служба в нашем кардиоцентре, кардиокушерский дневной стационар, где наблюдаются беременные, у которых, у самих патологии с речесосудистой системой и у чьих будущих детей патологии с речесосудистой системой. Мы проводим там углубленное изучение ультразвуковое сердце плода, проводим консилиум специальный, на котором мы решаем вопросы, какой прогноз у ребенка, да, какие способы хирургического лечения существуем. Рассказываем это все родителям. Чаще всего отцы тоже присутствуют на таких консилиумах. И дальше направляем на родоразрешение женщин в роддом, который в нашем же кардиоцентре существует уже, так сказать, самого его практически основания. И мы знаем заранее, когда такая женщина госпитализируется на родоразрешение, чаще всего это плановое родоразрешение, на 38-й неделе примерно они, да, приходят в наш роддом. И нам сразу акушерогинекологи сообщают, что женщина, у которой пренатально был поставлен такой-то диагноз, легла, ожидайте в ближайшую неделю две родоразрешения, соответственно. Да, мы предупреждаем сразу реаниматологов наших, и они, в общем, ждут, так сказать, знают фамилию пациентки, знают предполагаемый диагноз. У нас, естественно, уточняется после рождения, но примерно плюс-минус план мы уже себе представляем еще до рождения ребенка. Может быть такое, что хирургическое лечение не потребуется вообще никогда? Может быть, примерно 10-15% людей, имеющих пороки сердца, не потребуют лечения ни хирургического, ни медикаментозного, да. Есть пороки сердца гемодинамически значимые, то есть влияющие на кровообращение. Есть, как бы формально мы не можем их никак по-другому назвать, потому что мы видим, например, отверстие в перегородке сердца. Оно формально есть, и это в любом случае диагноз, да, порок сердца, дефект межжелудочной перегородки, межпредсердный. Но дефект может быть большим, и тогда он однозначно потребует лечения медикаментозного, потом и хирургического. Может быть маленьким, и он вроде как есть, и диагноз есть, да, но он не влияет никак на, так сказать, кровообращение всего организма. Мы таких пациентов наблюдаем до определенного возраста, и если мы видим, что дефект никак не меняет свое поведение, становится более значимым, то мы таких пациентов отпускаем, в общем, так сказать, на волю, и они, в общем, могут даже заниматься и спортом, в том числе, спортом высоких достижений, да, если их порок сердца не значим для кровообращения. Вот прежде чем мы сейчас посмотрим сюжет из вашего отделения, задам жуткий вопрос, ну, действительно, просто хочется представить, а вот этот порок сердца, который вы лечите хирургическим путем, а вот что вы делаете, можно как-то, ну, буквально на пальцах объяснить, что требуется сделать хирургу? Ну, это очень сильно зависит от того, какой конкретно порок сердца, конечно. Больше всего по количеству это пороки дефекта перегородок, да, когда есть отверстие, там, где его быть не должно. Примитивно сказать, зашивается? Тогда мы зашиваем заплаткой, да, то есть мы специального материала или из ткани самого пациента, вокруг сердца есть оболочка, называется перикард, мы можем из нее взять кусочек. Даже у маленького малыша? Даже у маленького малыша, да, и мы вшиваем вот эти заплатки нитками, собственно, иголкой и ниткой, да, мы вшиваем их в отверстие в перегородке. Есть более сложные пороки сердца, когда и сосуды, отходящие или впадающие в сердце, не так, не туда впадают, не оттуда отходят. Тогда нам приходится их отрезать от своих неправильных мест, да, и перешивать на правильные, скажем так. А бывают ситуации, когда все вместе, и дефект перегородки, и сосуды неправильные, тогда приходится очень долго, так сказать, все это комбинировать, разные туннели создавать, чтобы кровь текла из нужного места, так сказать, в нужное, да. На самом деле фантастика, конечно, возможности медицины. Ну, к счастью, да, мы живем в такое время, когда возможности наши более обширны, чем, скажем так, еще 15-20 лет назад. Продолжим этот разговор, но сначала посмотрим сюжет из кардиохирургического отделения детского. Он в одиночку мужественно выдержал все необходимые реанимационные процедуры, и только увидев маму, впервые за два дня позволил себе эмоции. Маленькому Никите всего 10 месяцев. На днях он перенес серьезную операцию на сердце. Перед этим малыш неожиданно начал задыхаться. Рентген показал наличие жидкости в грудном отделе. Сначала медики заподозрили пневмонию, но все оказалось гораздо хуже. У нас начала копиться жидкость в плевральной полости. И нас на следующие сутки перевезли сюда на реанимобиле. И уже вот здесь, в третьи сутки, находится мой сын в реанимации. Была оказана помощь по зондированию. Узнали, что есть суженные участки стеноза вот этих сосудов кровеносных. Вот это сделали. Сейчас мы отходим. То есть все благополучно у нас прошло. И, дай бог, скоро мы будем вместе. У Никиты врожденный порог сердца. С рождения он под контролем специалистов самарского кардиодиспансера. Именно здесь установили крохотный сосудистый шунт на 10-м дне жизни. Позже обеспечили работу малого круга кровообращения, заменив неработающий желудочек собственной веной. Сердечно-сосудистые заболевания у детей часто выявляются на стадии внутриутробного развития. В год в Самаре проводится порядка 250 операций пациентам с врожденными патологиями. В том числе самых сложных. Порядка 85% всех людей, которые здесь находятся, это люди, поступившие по скорой медицинской помощи. То есть это люди, которым нужна срочная помощь. Иногда даже в пределах минут. Поэтому в этом году, как и в прошлом, мы работаем в полном объеме. Мы выполняем все те операции, которые и выполняли до ковидной эпохи. Областной кардиодиспансер принимает на лечение и жителей Оренбургской, Саратовской, Ульяновской областей. Оборудование здесь регулярно обновляют. Так, наличие новейших рентгеноперационных позволяет лечить пациентов с острым коронарным синдромом, с нарушением сердечного ритма, проводить открытые операции на сердце без рисков и осложнений. Это программа «Звоните доктору». Сегодня у нас в студии главный детский кардиолог Самарской области Антон Авраменко. Мы говорим о болезнях сердца у детей. Невозможно смотреть без слез на этого малыша, которого мы сейчас видели на вашем пациенте. Скажите, а каков самый маленький возраст вашего пациента был? Самый маленький возраст – это буквально 4-5 часов после рождения. Есть такие пороки сердца, которые, к сожалению, не могут никак быть консервативно отложены. Есть пороки сердца даже критические, когда у нас есть возможность с помощью специальных лекарств продлить жизнь пациента в ожидании операции. А есть ситуации, когда ничего, кроме хирургического лечения, не способно спасти ребенка. И нам приходят такие операции буквально в первые часы после рождения, сразу из родильного зала. Ребенок бегом-бегом в реанимацию, потом в операционную. Это не операция на открытом сердце? На открытом сердце. Что там, под каким увеличением вы работаете? Какого размера сердечко у только что родившегося ребенка? Ну, на самом деле, размер сердца по отношению к размеру ребенка гораздо больше, чем у взрослого. То есть, если у взрослого, так сказать, оно занимает, ну, как вот мы знаем, размер кулака, то у ребенка, так сказать, там несколько кулаков, на самом деле, детских. Но, действительно, мы используем увеличение стандартное. Это 3,5 крат увеличение. У нас специальные бинокулярные лупы, которые надеваются, как очки, такие, знаете, бинокли на глазах. Да, без них, потому что невозможно тонкие сосуды, тонкими нитями надежно сшивать. Других вариантов нет. Это всегда операции на открытом сердце или все-таки эндоваскулярных? Нет, не всегда. Большинство операций на открытом сердце проводится, потому что, к сожалению, как бы не развивалась эндоваскулярная хирургия, как бы технологии не шагали, в общем, достаточно быстро вперед. Есть чисто физические, так скажем, лимиты. Иногда размеры сосудов детских не позволяют нам нужного размера катетеры и баллоны без вреда эти сосуды повредить, необратимо, внутрь организма поместить, скажем так. Мы иногда вынуждены ждать, когда ребенок наберет определенную массу тела, чтобы его сосуды стали достаточно большими и смогли без риска принять в себя наши инструменты эндоваскулярные. Поэтому, если мы говорим про новорожденных, процентов, наверное, 80 всех пороков оперируются на открытом сердце или на, так сказать, без искусственного кровообращения, но все равно с традиционными большими разрезами. Если мы говорим про детей более старшего возраста, там гораздо больше, то есть там процентов 20-30, иногда даже и 40 некоторых пороков могут быть прооперированы эндоваскулярно с помощью разных там баллонов, стентов, каких-то устройств, которые закрывают дефекты в том числе. Какие форс-мажоры могут быть во время операции? Форс-мажоры, ну, при любой операции может быть такой форс-мажор, как кровотечение. Особенно при повторных операциях, примерно процентов 30-40 всех наших операций в детской кардиохирургии они повторные, потому что многие пациенты нуждаются в этапной коррекции. Да, и мы знаем, вот как тот пациент, который был показан в сюжете, он перенес уже три операции, соответственно, одну эндоваскулярную, одну повторную, да, и первая в передней выраженности была, так скажем, первичной. Ему предстоит еще как минимум одна, это в лучшем случае, да, в возрасте примерно трех лет, которая тоже будет повторной, и мы, естественно, боимся кровотечения, потому что сердце, так сказать, окружено спайками, которых, естественно, при первой операции не бывает, при повторных операциях оно сращено с легкими, сращено с грудиной, с каркасом реберным, да, нам приходит очень осторожно сердце отделять, стараясь не повредить его. Иногда мы повреждаем его, начинается кровотечение, но у нас, так сказать, есть разные страховочные, так скажем, способы, как можно излившуюся кровь вернуть в организм. Вот это то, что, наверное, чаще всего бывает. Могут быть нарушения ритма сердца, потому что проводящая система, она, в общем, пронизывает сердце как раз в тех местах, где мы его, так сказать, режем и шьем, поэтому оно тоже может быть... Но это не столь драматично, это, так сказать, тоже у нас есть электрокардиостимуляторы временные, постоянные, которые с этими проблемами помогают нам справиться. Ну, хорошо, ребенка прооперировали, слава богу, все получилось, но после операции надо же как-то дальше жить. Насколько вообще отличается ребенок прооперированный от ребенка здорового, там, через, не знаю, лет через 10, может быть, 15? Все очень сильно зависит от того, какой именно порог сердца мы прооперировали, да. Самая частая ситуация, к счастью, это вот те самые дефекты перегородок, и после них ребенок, в общем, ничем кроме шва, шрама, да, на передней поверхности грудной клетки не отличается от своих здоровых сверстников. Он может заниматься спортом любым, есть прецеденты и олимпийские чемпионы, зарубежные, правда, да, после неоднократных операций на сердце, так сказать, побеждают в таких дисциплинах, как сноуборд и скейтборд, да, то есть спортом высоких достижений занимаются. Часть пациентов с более тяжелыми пороками, они могут иметь ограничения физических, так скажем, способностей, они могут не так хорошо физическую нагрузку переносить. Но еще раз говорю, если, так сказать, все вот, все количество пороков в сердце брать, если все правильно и своевременно, самое главное, да, то есть рано, своевременно обычно означает на первом году жизни прооперировано, то 85% пациентов могут вернуться к совершенно нормальной здоровой жизни, в общем, и иногда к нам приходить просто на контрольные осмотры, при этом занимаясь в том числе и спортом. Я просто на спорт так акцентирую, такая достаточно болезненная тема. Все традиционно считают, что если была операция на сердце, то все, спорт закрыт, это не так. При некоторых пороках сердца, действительно, спортом лучше не заниматься, тяжелым, серьезным, но в большинстве ситуаций, если все сделано правильно и своевременно, спорт, включая олимпийский, в общем, вполне допустимая вещь, даже желанная. Вот мы с вами говорили перед эфиром о несуществующих болезнях детских, сердечных, и, насколько я поняла, эта тема прям требует того, чтобы о ней говорить, и, может быть, что-то рассказывать и объяснять. И, в частности, вот вы называли одно из этих направлений открытое овальное окно. Если я правильно поняла, то оно должно зарастать в течение первых нескольких недель, и по какой-то причине у кого-то не зарастает. И что дальше? Да, спасибо, что вы эту тему затронули в эфире. Это действительно моя личная, как главного кардиолога, больная тема, потому что вот эти несуществующие болезни сердца, которые, по сути, являются вариантами нормы, приводят к необоснованно большому количеству обращений пациентов к кардиологам и повторных необоснованных эхокардиографических исследований. Открытое овальное окно, да, это нормальное сообщение между правой и левой половинами сердца в внутриутробном периоде, и оно обязано быть внутриутробно у всех. Если его нет, начинаются проблемы. Оно чаще всего закрывается в течение первых двух месяцев жизни, чуть реже в течение первых двух лет жизни. Но даже если оно не закрылось, оно не является пороком сердца, оно не требует никаких к себе, так скажем, специфических медикаментозных и тем более хирургических подходов. И по большому счету, вот как последние данные показывают, до 25% всех здоровых людей имеют открытое овальное окно. Да, поэтому про него неплохо знать, что оно есть, но не нужно из этого делать, так скажем, такую страшную историю, что это какое-то смертельное заболевание, доходит до таких, ну, в кавычках, смешных случаев, когда педиатр говорит, вы к ребеночку-то сильно не привязываетесь, у него открытое овальное окно, долго не проживет. Хуже сказать. Да, вот. К счастью, таких вот ситуаций в последнее время все реже и реже мы, так сказать, наблюдаем, но раньше такое бывало, поэтому еще раз говорю, уважаемый зритель, да, открытое овальное окно, и если это действительно только оно, ничего более, это не порог сердца, он к себе не требует никакого специального медицинского отношения. Я вот вас просила не оперировать специальными терминами, но тем не менее, кроме открытого овального окна, наверное, есть еще несколько вот аналогичных проблем, может быть, просто коротко их сейчас озвучить, чтобы там кого-то успокоить. Да, так сказать, в моем личном топе таких вот ненавистных диагнозов, кроме открытого овального окна, это пролапс метрального клапана, без недостаточности метрального клапана, да, потому что пролапс бывает, как порог сердца, бывает пролапс с недостаточностью клапана, бывает пролапс без недостаточности. Это бесит недостаточности нет. Кто столкнулся тут, я думаю, вас сейчас услышал. Да, неполная блокада правой ножки пучка ГИСа, это вариант, так скажем, особенностей проведения возбуждения по сердцу, то есть это, так сказать, из области аритмологии, да, но само по себе это тоже не заболевание. Синусовая тахикардия, которая у детей у всех есть и должна быть, это просто проявление особенностей регуляции их сердечного ритма. Вот, с такими заболеваниями нам очень часто, так сказать, присылают пациентов, и мы, в общем, им объясняем, рассказываем, что это, в общем, варианты нормы. Антон Алексеевич, вот прям чуть-чуть осталось у нас до конца эфира, на раз, два, три буквально, главное ваше беспокойство, как главного кардиолога, то, что реально, на что бы родителям стоило обратить внимание, прямо очень коротко. Самое главное, если мы говорим о маленьких детях, обращайте внимание, как ребенок прибавляет в массе, да, первый год жизни, малая прибавка в массе тела, это самый первый и самый, так скажем, надежный симптом заболевания сердца. Второе, прям коротко. И второе, на цвет кожных покровов ребенка обращайте. Соносно-согубного треугольника это не проблема, а вот если ребенок синеет, у него синеют губы, язык. Да, благодарю вас, я надеюсь, что сейчас нас услышали. Спасибо большое за участие в нашей программе. Спасибо. Мы прощаемся со зрителями, увидимся ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин